На дворные постройки, жилые дома, погреба попадают под удар большой воды в первую очередь. Жители заранее страхуют свою собственность. Повышение уровня воды начнется уже с 10 апреля. Ожидается критический уровень подъема 280 сантиметров, не доходя до опасного 44 сантиметра. Для размещения пострадавшего населения у нас определенный пункт для размещения, гостиницы, где будет организовано первоочередное жизнеобеспечение и медицинское обеспечение тоже. Наблюдение за уровнем воды реки Евгения у нас осуществляется, например, апостаж оптиментирован. И с картининского забора тоже самое будет осуществлять наблюдение уровня воды в два раза в сутки. Вопрос организации подготовки к паводку обсудили члены противопаводковой комиссии. Кроме дачного и десятого участка может пострадать поселок Никитинский. Вода с полей каждый год топит частный сектор и дороги. Основное оружие – своевременная уборка снега и очистка труб, по которым отводятся талые воды. На сегодняшний день прочистили все улицы, поселок Чистый, которые обходная вся дорога обчистили, прочистили, потому что последний субботный воскресенье трактор у нас. Прочистили эту дамбу улицы Федорово, где... Особое внимание в период весеннего разлива на качество воды из-под крана. Талые воды могут повлиять на ее состав. Кроме того, на водозаборе установлено необходимое оборудование на случай паводка. Это и мешки с песком, это и ревизия дренажных насосов, и станцию туда мы поставим, генератор, для того, чтобы обеспечить бесперебойное питание на случай отключения и обеспечить работу дренажных насосов с заварением. Также, значит, уже в плановом порядке мы прочищаем городские конституционные магистральные коллекторы. Для того, чтобы обеспечить качество воды соответствующей, значит, запасены в нужном количестве все реагенты. На период паводка на всех предприятиях составлены графики дежурств, аварийный бригад. Шахты прочищают водопропускные канавы на близлежащих улицах, которые могут попасть в зону подтопления. Противопаводковая обстановка будет отслеживаться ежесуточно, а замер уровня воды производится дважды в сутки.